Итак, мы продолжаем и проведем сейчас такую панельную дискуссию. И посмотрим на интересный сектор, сектор ИТ, инфотехнологий. Как этот сектор изменяется, что происходит важного в этом секторе и в этих изменениях, на что стоит обратить внимание, находясь, работая, учась в этой сфере. У нас будет два участника, и один из них будет в виртуальном формате. Здесь мы... Хочу вас познакомить Карин Кюннапас, которая является соуправляющей технологической школы Йихви, и Мартин Вилик, предприниматель, также сооснователь технологической школы Йихви. Итак, расскажите, как началась ваша работа вот в этой сфере? Я вообще изучала экономику и работала аналитиком. И потом я поняла, что это не совсем то, чем я хотела бы заниматься, и начала заниматься стартапами. И я поняла, насколько ИТ, сектор, связан со стартапами. И потом я уже решила управлять школой технологии Йихви. А насколько много вы изучали то, что происходит в сфере ИТ, чтобы вам было понятно все, что происходит? Да, конечно, сначала я пыталась много изучать, и еще я могу сказать, что я уже начинающий специалист в этой сфере. Мартин, я в гимназии в 90-е годы учился в гимназии, и тогда и появились первые компьютеры. То есть это такая игра пингвинов, в которую вы играли, да, наверное. Да, ну, в основном были черные-белые игры, а потом появились цветные видеоигры. Да, мы занимались как раз компьютерами в клубах, потом появился компьютер дома, потом уже начал заниматься развитием веб-страниц и предлагать услуги различным предприятиям. И таким образом все это и происходило. Я изучал экономику в эстонской бизнес-школе. Я сам не являюсь программистом, но я знаю, как программировать программы, и знаю, как работают программы, как делать дела в ВТ-сфере, вести дела. И, конечно, нужно знать, из чего состоит проектная работа и так далее. Если мы говорим о контексте ИТ, то если вам нужно, например, написать свое резюме, то что самое главное, чему вы научились? Я думаю, что логическое мышление очень важно. Нельзя только основываться на эмоциях. Нужно понимать, чем вы занимаетесь, цель этого занятия, разобрать ее по полочкам и работать не в одиночку, а в команде. И вот что происходит в нашей школе. Обычно дети занимаются математикой, так сказать, индивидуально. А лучше, если бы они работали в группе из 10-12 человек. Таким образом, они могут решать совместно различные задачи. И у вас одна идея, например, появляется, а у другого другая идея. И другой человек может помочь своей идеей или какими-то мыслями. Таким образом, можно добиться лучшего результата. Таким образом, повышается заинтересованность и устойчивость. И логическое мышление, я думаю, это основа всего. Да, как мы говорили, к нам присоединится еще специалист ИТ Петер Устал. Наслышите? Кажется, что нет. Мы видим картинку, но не слышим вас. Кажется, что вы нас слышите, но мы вас нет. Петер, скажите, какие навыки необходимы ИТ-специалисту, основные знания и умения? То есть, если человек является ИТ-специалистом, чему? Чего он должен знать? И что он должен уметь? Мы вас не слышим, но, надеюсь, что мы вас услышим через минутку. Давайте поговорим о школе. Почему эта школа вообще появляется? Йихвистская технологическая школа. Что вы будете? Чему вы там будете обучать? Я думаю, эта школа появляется из-за того, что у нас не так много специалистов в ИТ-сфере. Ни в публичной секторе, ни в сфере стартапов. Потому что ИТ связана со всеми секторами экономики. И поэтому у нас появилась идея, что нам нужно сделать что-то для изменения ситуации. И появилась технологическая школа Йихви, которая отличается от других, потому что там нет учителей. Используется индивидуальная методика. То есть можно приходить учиться всем, и школьникам, закончившим школу, и взрослым. Мы используем систему, методику обучения, которая напоминает чем-то игру, компьютерную игру. Нужно использовать различные языки программирования. Например, если вы хотите создать какой-то форум или веб-страницу, и с каждым разом задачи становятся сложнее. И, как Маркус сказал, нужно работать совместно с кем-то. Потому что таким образом мы можем научиться чему-то большему. И таким образом мы обучаем. Вот это люди, которые пишут код, учатся у вас? Или это люди, которые понимают, зачем нужен этот код? И как использовать этот код в своей деятельности или в работе своего предприятия? Кто учится в этой школе? Я думаю, и те, и другие. То есть люди, которые хотят научиться и умеют использовать коды и писать различные программы. Но также и люди, которые могут использовать свои знания в различных проектах и так далее. Так, Петер все еще не подключился. Мартин, какие у вас планы? Я понимаю, что не хватает ИТ-специалистов. А какое еще видение? Если мы сейчас думаем о контексте, потому что по различным исследованиям у нас не хватает около 8 тысяч специалистов, а где-то подготавливается каждый год около полутора тысяч. И таким образом мы смотрим, что спрос не отвечает предложению. И таким образом мы хотим открыть возможность как раз обучить новых специалистов. И мы задумались о том, что мы создадим что-то новое, что отличается от модели обучения в университетах, где проводятся лекции и практические занятия. И также не так много людей, может быть, которых можно обучить за раз. И поэтому мы можем тоже быть хорошим игроком на рынке. Есть различные модели обучения. И где-то 40 тысяч человек уже обучились, используя вот такую модель обучения, которую мы будем применять. Это не высшая математика. Видно, что эта система работает. И наш план состоит в следующем, что осенью 200 человек начнет обучение, если мы увидим, что методика работает. И тогда, может быть, через 10 лет мы хотим уже принять 2000 студентов. И таким образом эта школа открыта для всех, кто живет в нашем регионе, но и по всей Эстонии. И также почему бы не пригласить людей из-за границы, например, Финляндии или Латвии. Таким образом наша школа может стать международной. И обычно команда ИТ-специалистов в компании является международной. Если говорить о технической стороне вашей школы, то человек не должен учиться физически находиться в Йихве, то есть не должен, так сказать, подниматься по лестнице, поднимаясь в школьное здание. Как вообще будет происходить обучение? Да, вообще мы сейчас занимаемся реставрацией здания, школьного здания в Йихве. И все те, кто хочет приехать к нам учиться, мы предлагаем возможность проживания в общежитии. Но есть различные возможности для обучения. То есть возможность сотрудничества, обучения, групповой работы дает возможность научиться этому, будучи физически на месте. То есть это будет просто школьное здание, но не будет, так сказать, учителя, стоящего перед доской, показывающего какие-то презентации. Да, у нас не будет, так сказать, лекций, но у нас будет школьное здание, где будут кабинеты, где можно будет принимать участие в семинарах. И как вы думаете, вот эти люди, как будут дальше себя находить на рынке труда? Ну, вы знаете, во время обучения различные партнеры будут предлагать свои услуги, и ученики и партнеры будут постепенно узнавать друг друга, и таким образом они смогут найти себе применение. Петер теперь с нами. Слышно? Петер у нас. Очень хорошо. Все работает. Итак, вопрос. Мы сейчас обсуждали школу, а вопрос, который я вам задавал, какие навыки и знания должны быть у ИТ-специалиста в наше время? Что этот человек должен уметь? По своему опыту, я хочу, думаю, что логическое мышление, о чем говорил Мартин, это ценный навык. Также инновативное мышление, быстрая реакция, нахождение различных решений, проблеми. А чему можно научиться, что можно развивать в себе? Это просто делая что-то, повторяя изо дня в день, и тому будешь учиться, этому будешь учиться. Да, я знаю, что что-то дано природой, но есть специальный предмет, которым я обучался, называлась инновация. Назывался этот предмет в университете. Это было что-то новое, неожиданное, не линеарное обучение, а выход за рамки. Если вот вы говорите о логическом мышлении, это понятно, этому можно научиться, это понятно. А как в ИТ-сфере происходит обучение новым навыкам, ну, например, язык программирования, или как найти какие-то решения о той или иной проблеме? Как это происходит сейчас? Я думаю, метод проб и ошибок — это единственное. То есть, если есть интерес чем-то заняться, можно этим заняться. И в Скайпе мы говорили «Fail fast». Быстро делай и смотри, получится ли, не получится. И таким образом ты учишься. Мартин, а что вы скажете? Я думаю, что ИТ-специалист — это такое интересное название, потому что я не знаю, что это означает, потому что ИТ-сектор очень широк. То есть, есть аналитики, есть руководители проектов, и аналитик, например, смотрит, что нужно для работы той или иной системы, описывает, как будет развиваться данная система, дает эти указания программисту. Ролей очень много. Да, не бояться совершить ошибку. Вот это главное. И также не забывать о логическом мышлении. То есть, например, нужно задать себе вопрос. Хотите ли вы, например, повысить свой доход? Тогда возьмите листок бумаги, запишите идеи, посмотрите, что более реалистично, и таким образом вы можете развивать вот эти идеи дальше. Таким образом вы логически подходите к решению той или иной проблемы. И таким образом это не высшая математика, что вот кто-то гений, и все у него получается. Нет. Нужно идти пошагово. То есть, вы разбиваете проблему на мелкие составляющие и решаете их пошагово. И я думаю, что во всех предприятиях, где я работал, всегда случаются какие-то ошибки. Но люди, которые занимаются решением этих проблем, задумываются, почему случилась эта проблема, анализируют ситуацию. И таким образом они видят, что случилось следующее. Таким образом нужно сделать вот такие шаги. И на этом мы и учимся. Учимся на ошибках. И таким образом мы можем идти дальше, развиваясь постоянно. Быть открытым, работать в команде, экспериментировать. И если что-то не получается, то просто идти дальше, ища правильные ответы. И я думаю, что наша школа будет отличаться тем от других, что у нас будут именно обучения по проектам. Например, как в Болте у нас сейчас происходит. Болтфуд. У нас было 50 людей, которые работали над этим проектом. Они сами задумывались, какую технологию нужно использовать, какие потребности клиентов, что делают конкуренты. И то же самое будет в нашей школе. То есть мы дадим задачу, например, создайте веб-страницу, и вам в команде нужно будет, например, решить, какие шаги нужно сделать для того, чтобы появилась эта веб-страница. Не будет учителя, который будет давать какие-то наработки, а вы сами будете находить правильные решения. Таким образом, вы и сможете найти правильные решения в своей работе позже, потому что обычно нас обучали чему-то, и мы использовали вот этот багаж знаний в своей работе. Мы хотим, чтобы люди подходили к этому более творчески. Петер, что вы можете сказать о коллеге или человеке, о человеке, с которым вы встречаетесь впервые? Что вы цените в человеке? Как вы видите потенциал человека, что он подходит вам? Вот именно потенциал человека и то, что он готов работать в команде, что он может передавать свои идеи, что с ним можно обсудить различные темы. Например, человеку нравились реальные предметы, у него все шло хорошо, потом были какие-то, например, проблемы с учителем, и человек перешел, так сказать, в другую сферу. Кому подходит ИТ-сфера? Я думаю, тем, у кого развито логическое мышление, у кого есть желание учиться. Но я думаю, у всех есть логическое мышление. Мы же говорим, это же логично. И, ну, конечно, я утрирую, но мы сами говорим, заглядывая в себя, что у меня есть логическое мышление. Но насколько оно развито, как это измерить? Ну вот приходите к нам, вы сможете зайти на нашу страничку и пройти тест на логику. Я не могу вам сейчас рассказать, как справиться с этим тестом. Вы должны сами понять, какие логические шаги вам нужно совершить, чтобы именно решить общую задачу. Я думаю, что проблема в том, что в голове у нас какое-то представление о том, что такое ИТ-сектор. И, может быть, те люди, которые бы подходили этому сектору, думают, что они не подходят. Я не знаю, как делать работу в этом секторе. Математика мне не нравится. Это не мой мир. И таким образом люди же вообще должны работать. Но что касается математики, то, мне кажется, очень многое зависит от учителя. Как тебе преподают этот предмет? И это влияет на то, как ты ему учишься. Не всегда нужно обвинять учителя. Просто что-то не получается. Вот у меня, например, дочка перешла в другую школу. Другой учитель был математикой и физикой. И дочь стала лучше понимать этот предмет. Если вы говорите, что я ничего не понимаю по аниматике, может быть, просто вы учились немножко не по тем методикам. Если провести параллель с программированием, это похоже на изучение иностранного языка. Вот вы учите английский, русский, чтобы беседовать с кем-то, кто говорит на этих языках. Программирование — это изучение языка компьютера. Это очень похоже. В программировании вы тоже начинаете с АЗОВ, как там склонять, сперегать, вместо слов определенные системы. Как составлять предложение? Это все похоже на программирование. У меня логически составляется код, и там все работает по правилам, как и в языке УРМОС. Но вот что же получается, что, например, водитель автомобиля тоже программист, потому что он же карандирует процесс вождения, он же знает правила, адаптирует их к контексту. Понятно, что каждый раз мы не на автомате работаем, принимаем определенные разные решения. Мартин, да, действительно, вот есть такой фильм, называется «Единороги в IT-сфере». И там такой пример. Вот когда я голодный, что делать? Иду в лес, стреляю в кабана, приношу домой, разделываю, разрезаю, как-то там, приправляю какими-то спецами и готовлю в духовке. То есть получается, что это алгоритм приготовления блюда. Логические шаги, выполняемые в определенной последовательности. Спрограммируем точно так же. Вы начинаете с малого, рисуете желтый круг на экране, говорите компьютеру, добавь два ряда. И вот таким образом вы даете компьютеру команды, и получается результат. Кажется, что сложно, но на самом деле вы находите параллели с другими областями. Точно так же вы учитесь в футболу, выполняя определенные задачи. Урмас. Ну, например, человек, который работает учителем, я не знаю, занимается с кадрами. Зачем ему учить IT? Карин. Это новые возможности. Вы просто видите те проблемы, которыми сталкиваются ваши коллеги, вы поможете их решать. То есть это огромный шаг вперед на карьерной лестнице IT-навыки. Урмас. Я хочу задать вопрос Петеру. Петер, а вот в вашей сфере IT, где больше всего, в какой области не хватает специалистов? Что вы сами наблюдаете в этой ситуации? Какая сфера, какой сектор нуждается больше всего в IT-шниках? Что касается моей сферы, у нас много администраторов, то есть те, кто занимается администрированием различных IT-систем, это работа с серверами и так далее. Я очень рад, что Яхвисская школа будет обучать новых специалистов. Такие специалисты нужны. Может быть, они не зарабатывают столько же, сколько и разработчики. Работа с темно-дивидиматором немного другая, но необходимость в новых людях есть. Урмас, вопрос. А на ваш взгляд, в каких секторах IT-сферы больше всего нужны специалисты? Мы же не знаем, да, на 100%, но все-таки. Мартин. Урмас, вы можете сказать, что везде, но поконкретней. Мартин. Я думаю, что все-таки разработчики, которые конкретно пишут код, их больше всего в компаниях, и там больше всего осуществляется потребность новых людях. А если говорить о системных администраторах, которые уже администрируют существующую систему, то понятно, что они тоже нужны. Аналитики, которые определяют потребности компаний, переводят их, так сказать, на цифровой язык. Мне кажется, что кто бы не заинтересовался этой сферой, он бы нашел там возможности применения своим навыкам и интересам. Если обычно взять этот процесс, то сначала начинается все обслуживание клиентов. То есть и получается, что те, кто из этой сферы обслуживания клиентов, как раз растут очень часто, потому что они видят, так, слушайте, у меня каждый день одни и те же задачи, давайте автоматизируем. предлагает новую идею. И некоторые, например, автоматизируют эти процессы, которые рутинные. То есть получается, человек автоматизирует свою роль и идет дальше по карьерной рестнице. Тут дело в образе мышления. Вы можете начать с простых задач, и в ходе их выполнения вы видите возможности, учитесь автоматизировать и уходите от рометина, идете к заощренным задачам. Урмас. Это медицина, это образование, это торговля, туризм. Где больше всего нужны вот такие работники, где больше всего возможностей для карьерного роста? Где человек с опытом найдет себе применение? Карин, я думаю, что эта промышленность ведется очень широко, цифровизация промышленности, не хватает специалистов. Вот, например, если я сварщик, может мне стоит задуматься об изучении программирования? Карин, да, почему бы и нет? Опять же, если вы специалист в этой среде, в этой области, вы знаете там, в чем заключается проблема, если вы научитесь еще программированием, вы поймете, как решать эти проблемы, которые вы понимаете просто вот очень-очень хорошо. Мартин, мне кажется, что в каждой сфере, в каждой компании есть возможность использования IT-инструментов. Но если вы введете свою базу клиентов в Excel, заполняете данные вручную, это уже возможность для автоматизации. Можно от этой рутины отойти с помощью программирования. просто вы можете даже в своей работе использовать эти возможности. На курсах можно научиться, в онлайне. Просто пройдете курс Excel, и вы поймете, как автоматизировать свою работу на своем рабочем месте. Или автоматизация поиска информации. Я вижу, что у многих не получается сформулировать даже проблему, которую они хотят решить. И мне кажется, что этот навык тоже очень важен. Нужно об этом задумываться, нужно учить детей этому. Вот мои родители, например, звонят мне, описывают какую-то проблему, я через две секунды эту проблему забиваю в Google, переформулирую ее и нахожу решение. А моим родителям сложно, потому что они могут сформулировать правильно, что ответы же есть. Да, Урмас, вот чувство есть, а формулировок нет. Мартин, да, действительно, нужно просто менять и показывать, как нужно мыслить, как нужно формулировать проблему, чтобы ее решить, потому что, мне кажется, все проблемы сейчас решаемы. Урмас, да, очень практический совет. Большое спасибо Петеру и Карин Кюннапс, Мартин Вилек. Да, Код Юхви. Это как раз та дорога, которая приведет вас в мир IT, где вы можете научиться навыкам в этой области. Спасибо.